Итак, всем привет, с вами Добга, и мы продолжаем играть за Австрию в моде, который, собственно говоря, расширит Австрию. И аншлюз, вот он здесь, время аншлюз настало. И мы, конечно же, откажемся, но, конечно же, воспользуемся всеми этими 12 днями, чтобы произвести как можно больше винтовок, подстроить, может, чуть-чуть побольше военки, и самое главное, заполнить наши вот эти вот минусы, на самом деле. Я бы прям вот так, наверное, постарался сделать. И еще из важных мелочей, которые нужно сделать, это гарнизон в Тибет. Теперь у меня 72 лимит командования, прекрасно, и могу контролить это сам. И самое важное еще из наших, того, чего мы ждем, это мы успеем фортифицировать Альпы практически, будет один день, я думаю, пойдет. Также мы сейчас изучим ПВО, и начнем обязательно его делать, в том числе. Как-то вот так, наверное, я бы хотел это все распределить. И я бы тоже хотел построить вот здесь вот, наверное, ПВО. Наверное, было бы неплохо, потому что нас сейчас авиация будет просто уничтожать. Что, поехали? А вы, если вдруг еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Итак, остается 3, 2, 1 день. И нет, мы вообще не хотим. Давайте вы это завтра сойдете, может мы передумаем. Ну, 3 дня подождете, я надеюсь, немцы. Подождали, прекрасно. Смотрим на наши фортификации, и как раз, как я примерно и расставился, отличные линии защиты, я думаю, мы их сможем сдержать на них без проблем. Сразу же можем взять себе советника на пехоту, потому что он нам очень нужен. И дальше, наверное, Enemy Air Support нам, скорее всего, будет самым нужным. И вот, берем следующим. Сейчас еще получим 8 организаций. Да, вот нападение. Что я могу сказать про это нападение? Пока что, пока что, конечно, слабо. Но сейчас пойдут побольше войск, и начнется, начнется постоянная атака, и вот это все. Кстати, еще что нам надо делать, обязательно это планирование настакивать, чтобы вдруг потом контратаковать. Ну, пока чилим. Единственное, не чилить тоже у нас, что вот этот вот модификатор. Получаем мы теперь плюс 15 атаки защиты. И да, это прекрасно. И здесь мы сейчас возьмем себе вот этот вот бафчик. Это даст нам еще 15 защиты, и плюс скорость окапывания, плюс 2. Звучит, кстати говоря, сильно, если я правильно понимаю, как это работает. То есть это не плюс 20%, а типа, да вот. Видите, Base Gain 1, плюс 1, и будет еще плюс 2. Мы будем очень быстро окапываться, если что. И вот, Непс начнет атаковать, и вообще у них сапплайсов нету, кстати говоря. Что они атакуют, что это зимой, наверное, из-за этого. Странно вообще, почему у них нету припасов. Ладно, тут вроде есть. Вот, получили мой баф. Я хотел бы очень еще вот это взять. Это железнодорожное орудие. Но давайте сначала возьмем вот это. Это 14 дней, это 35. Все-таки надо с бафой брать сегодня, как говорится. И да, удачи немцы нас взять. Можете распокойно добиться вот этот бафчик. Прекрасно. Получаем еще варсаппорт, северят, тоже прекрасно. И железнодорожное орудие давайте. В Германии, можно сказать, пока все свои, я бы сказал, компании по захвату Европу. Северят, интересная программа какая-то была нажата. Я такого ванили не помню. Выглядит забавно. Ну да, авиация, как я и говорил, видите, у нас дамажит. Это временно, нам нужно просто достроить ПВО по факту. О, кстати говоря, Испания там все протестует, потому что мы Аташе, нет. Аташе нам нужен, он нам дает, без шуток, все еще неплохое количество опыта. Ну, железнодорожное орудие подходит. Одна военная цифка, так сказать, военный завод. Здесь тоже сейчас подойдет, подстроится здесь. Слушайте, ну, процветаем, процветаем. Нам нужно, на самом деле, намного больше ПВО строить. И артиллерию, потому что я артиллерию хочу достану в дивизию. Пока что у нас дивизия без арты, именно линейной. С ней станет намного лучше, надо добавить будет, как смогу. А вот и тяжелая артиллерия, ребята. Если вы ее ждали, она здесь. У нас можно взять вот это, задаст нам 10 торги. И, на самом деле, вообще было бы неплохо. Единственное, что я смотрю, что странно, дается там минус опыт. И это дается минус опыт, прям реально минус опыт навсегда. Там никак не это не... Не знаете, у нас не было такого Плюс 0.03. Это, на самом деле, забавно. Если в теории не ставить никаких советников, ничего, то вы будете просто терять его бесконечно. Ну, нет, давайте дойдем все-таки, наверное, до ячейки исследований. Хотя тут у нас вараконами, говорят, поставить за стабильность. У меня уже есть давно вараконами. Ха-ха. Нет, все эти какие-то очень слабые бафы. Вот это прикольно. Здесь дается варсапор, стабильность, мэнпавер. Но что-то как-то жиденько, если честно. Вот это очень хорошо, если что. Это... Я не хочу нажимать ничего из этого, если честно. Просто это очень сильный баф. Смотрите, можно вообще делать вот это. Это 50 политки за 7 дней. И варсапор. Да, это нам надо. В теории можно привести военных к власти, но я не хочу, если что. Я бы хотел все-таки ПВО взять, но, наверное, не судьба. Давайте, да, до ячейки исследований все-таки дойдем. Я хочу себе получить эту сталь, потому что у нас очень не хватает стали, нам приходится купать. Делать бы не тратить на это отсыпки, если честно. Смотрите, средние танки пригоняют ребята и начинают, если что, нас пропушивать. Вы знаете, что сделаем? Задеплоем здесь вот эти дивизии, которые... И, наверное, не хватает какой-нибудь фигни. Но надо... Надо их выводить. И надо их выводить... Надо артиллерийские орудия вот сюда выводить, кстати говоря. То, что мы не делали до этого. И на самом деле это ошибка, то, что мы этого не делали. Нужно обязательно это делать. И начинаются прям суровые боицы этот город, честно говоря. Я к такому даже не был совсем готов. Потому что мы шли на слишком большей скорости, я этого не сильно заметил. Берем минус air support. И да, чуть стало приятнее, но так. Я бы сказал, умеренно, не слишком. Есть фокус. И давайте возьмем вот этот, потому что из всех здесь трех фокусов этот самый не страшный, чтобы пройти вот сюда, потому что нам его очень не хватает. И вот этот город это прекрасно показывает. Ну, Сальдебург. Тайл не город, но это город. Хотя потихоньку, видите, немецкое нападение выдыхается. В принципе, это видно по потерям. Давайте посмотрим. Они потеряли... У его тучу получили мы примерно ноль. Еще сделаем вывод, что ключ абсолютно бесполезное говно. Чтобы не скамиться и дальше, давайте сделаем вот так. И удалим его. Поставим сюда. Это вот только у нас, кстати говоря, доктрина должна быть доступна. Да, но нам в Газбурге дают плюс стоимость, да? Да, точнее, традициональный бундесвер. Окей, тогда сейчас, наверное, включаем докторин, а потом уберем. Говорят, мы еще ПВО построили. Надо бы, наверное, построить еще, а желательно прям очень еще. Потому что, ну, импакт есть. Конечно, небольшой. Давайте посмотрим вот таким вот образом. Вот, 18, ну, потихоньку, потихоньку. Нам радара, на самом деле, с радаром было бы намного лучше. Возможно, стоит, кстати говоря, его и здесь и изучить, кстати. Наверное, это нам бы помогло очень хорошо в нашей воздушной ситуации. И вот бои закончились. Мы успеваем хотя бы чуть-чуть укрепиться. Я полагаю, да, видите? Да, укрепление просто дикое. По 4 в день. Это безумно. Мы сейчас, да, выйдем в ПВО. Прекрасно. Я думаю, смысл лучше теперь выдать ПВО вместо бесполезного ключа. Разведка даже и то менее бесполезна будет, если что. В принципе, она не такая полезная. Все еще. Но, то есть, видите, в целом нам как будто плевать. Но, тем не менее, не знаю, пока что, пока что так. Судья, так, кстати говоря, немец забрать не может, пока находятся не в мире, потому что здесь нужно быть в мире. Так что идет жесткая затронутая Германия. Еще и людей не хватает, потому что она теряет их в огромном количестве. И снялся через 2 месяца закончатся вот эти бафы. Это не слабые бафы. Но я вижу, что Германия уже очень сильно ослаблена, а мы же только набираем темпы. И давайте, наверное, наконец возьмем где-то здесь Тироль. Вообще, вообще, вот это тоже выглядит сильным. Но я думаю, если мы слишком много иметь будем фартов, они вообще перестанут нас атаковать, опять возьмем слот, и я хочу начать исследовать самолеты, потому что, если бы у нас были истребители, нам было бы намного проще в этой игре. Пока же мы только живем на ПВО, но оно работает, видите, мы потихоньку и снижаем количество вражеских самолетов. Это и правда работает. И ух, какие уже у нас красивые статы на защите. Релесть. И это мы еще не поставили сюда артиллерию. Давайте сделаем это. Почему нет? Это, конечно, нам, да, создаст небольшой дефицит. Но мы с этим дефицитом можем работать, а какие-то дивизии уже получат себе статы в бой. Отлично. Ну и что, немцы все мертвее и мертвее выглядят. 300 тысяч потерь под снаряжением, какие-то просто катастрофические потери. 500 танков практически они уже потеряли. Пытка захватить Австрию. И генералитет, мне кажется, сам скоро убьет Гитлера. Но мы просто сидим, нас все устраивает. У них отвратительная стабильность варсаппорт, у нас все прекрасно. Единственное, у нас должен бафчик скоро истечь. 23 дня. Но там как получится. Можно сделать все время минус 10 НП. И давайте, наверное, так и сделаем. Варсаппорта потеряем немножко. А, подождите, это викли, господи. А можно отменить? Мы же сейчас нахуй умрем. Мы после такого умрем, ребята. Это викли, а не... Мне кажется, это так не должно быть. Но это же сумасшедшее полностью. Нам сейчас убивает варсаппорт весь. Я думаю, это просто минус 5, как варбанды. Типа, вот. Минус 5, а потом дают... Да, это ужас. Ладно, зато мы достроили ПВО в первом стыте. Да, и видите, самолетики умирают. Как получится у нас с радаром? Построим еще радар, с радаром станет вообще супер, я думаю. Еще на ВП-9 распределяем по линии фронта. Наша армия растет, немецкая же только падает. И националисты в Испании выиграли. В принципе, логичный результат. Мы сейчас вообще вкачаем уже третью доктрину, но вот эти самые хорошие. С ними будет проще. Получили мы военную кодгемию, теперь у нас есть плюс слот и плюс еще, видите, нам накидали приятных бафчиков. Там можно теперь пойти, на самом деле можем возобновить вот эти фокусы, потому что по армейским фокусам все понятно, а нам нужен исследовательский слот. И, как ни странно, он у нас находится блять во флоте. Смотрим, где есть слот. Есть вот здесь вот очень далеко и есть вот здесь вот. да. В самом конце наших морских доктрин. Почему они его туда засунули? Бог знает. Только этот австрийский безумный который все это придумал. Так что давайте разрабатываем, так сказать, венгерский парламент и ну это неадекватно же. Это же ноль партсапорта. Это просто неадекватно. Я себе его просто обратно впишу. У меня было 83 базы, я просто сделал так, чтобы у меня было минус 5. 78 базы под конец, потому что, ну, это я думаю это ошибка. Мод выпустили только вчера или позавчера на момент снятия. Это неадекватный баф. Где баф? И да, надо продолжать строить цифки, потому что у меня есть миссия на цифке. Как ни странно, достроим ПВО, будем начинать строить цифки. Но все равно пока что некуда инвестировать, нам нужны самолеты либо танки. Ну, в первую очередь наверное самолеты. И можно поставить концерн, кстати говоря, на скорость строительства фабрик. почему бы и нет. Конечно, я сначала построю здесь вот радар и дострою ПВО. Это мастхэв все еще. И посмотрите, что делается с вражескими самолетами. Как я и говорил, товарищи, самолеты вражеские просто сносятся. Это мы еще радар не достроили. Сейчас у нас радар будет. Радар очень жестко поднимает детекшн и очень жестко поднимает эффективность ПВО. Будет очень больно. Мы еще, кстати говоря, это тоже сделаем. Тоже... А, нет, смотрите. Статик. А, вот он. Статик. Антиэйр. Еще не апается. Вот дальше будет апаться, видите. Окей. Увы, на этом не апается, но в следующем будет апаться. И у нас 200% бонус на исследование следующего теха. И мы, да, будем по 200% исследовать. Просто сейчас все самолеты Германии взялись и разбились в Австрии одновременно. Прекрасно. У нас, к сожалению, поездов нету. Давайте антитанк начнем производить. И, да, поезда тоже нам нужны, которые, кстати говоря, мы не исследовали, но у нас есть бронепоезда. О, стагнация экономики. Это известно было из-за того, что мы тогда минус 15% взяли. Теперь у нас стагнация. Нужно будет делать вот эти два фокуса. Обязательно сделаем их первый, да. Может немножко разослить венгров. Надеюсь, только без восстаний венгерских, как говорится. Но, если что, шутки шутками у нас будет даже на венгров какие-то ресурсы. У нас будет хватать даже повоевать с венгрием сейчас. Если они вдруг сильно разослятся. Потому что, видите, у нас есть дивизия. Нас органа хорошая дивизия. Уже, видите, они все опытные. Эти иконки немножко раздражают, потому что они непривычные. Но, тем не менее. У нас проблем с намжением, потому что у нас выбомбили все поезда. Да, увы. Но проблема, как говорится, потихоньку решается. Да, тут неплохо так по самолетам теряется у немцев сейчас. И будет теряться еще больше. А мы строим бронепоезда. Бронепоезда невозможно в принципе уничтожить. А, чувствуя говоря, зима тут тоже влияет. Мне кажется, на вот это все. Именно из-за этого у них сейчас красные, у нас сейчас оранжевые. Поезда вернутся, вернется в принципе и снабжение. Есть. Останавливается, начинаем бороться и нужно больше ресурсов направить, чтобы полностью убрать этот дух и будет немножко какое-то время у нас дебафы, но с этим можно будет жить. Почему мы начинаем взломывать дропу в Германии? Потому что нужно готовить нападение. Здесь, кстати говоря, бафчик мы взяли. Давайте вот это все возьмем традиционалистов, бахнем. Что, наверное, пришло время товарищи делать разделение фронтов. Я думаю, да. Нужно делать уже генералов и думать о контрнаступлении. Поэтому делаем генералов, здесь удаляем все приказы и готовим фельмаршаловское наступление. Вот теперь я подрываю, смотрите-ка, китайцы. Э? Они подрывали, подождите, вот здесь вот, затопили все территории, а сами наступают. А гений? Гений. Что тут можно сказать? Я, наверное, сюда не пойду, сразу пойдем давайте в Конституцию. У нас куча политки на решение будет даваться отлично. А вот у нас, смотрите, адаптабл есть. Прелесть. Соземь чуть-чуть до пехотного. И сколько у нас перков? Один всего. Ну вот, наверное, на пехотного мы его и оставим. Конституцию пересматриваем, отлично. Смотрите, нужно сделать фокус. А-а-а. Блин, ну это говно. Мне нужно сделать вот этот вот фокус. Он мне нравится вообще никак. Типа, если этот фокус хотя бы дает бафы, скорость планирования, арга, приятно, то вот этот фокус дает только дебафы. Ой, вот с этим надо бороться, ксири. Надо поднимать стабильность срочно. А этого армия на 50 дает. Раньше была, по-моему, лучше. Окей. Что поделать? Так, и как я говорил, делаем здесь, чтобы было 78. Потому что я считаю, что это справедливо. иначе я бы просто не нажимал, а я прочитал, уже не так. Надо выкачивать стабильность. Да, у нас все в фабрике улетели, их как будто и не было. Ну, что поделать? Есть австрийская, это нам плюс НП дает. В общем-то, неприятные вещи. Но, чтобы салатик разговаривать, нужно будет вон сучит делать вот это. А значит, оно подождет, наверное, просто. Давайте это делаем. Здесь все мигает вот эта фигня. Мне не сильно это нравится, но, что поделать? Можно было бы пойти вот сюда, потому что здесь будут бафы, арга, опыт, скорость закапывания. Но, я хочу авиацию. Впрочем, она меня не хочет, у нас на это слотов пока следовательских нет. Давайте имеем военную пропаганду, потому что это стабильность, которой у нас не хватает, и варсаппорт. Остальные здесь кнопки мне не нравятся, там мы больше ничего не возьмем. Замечет еще 7 дней, это супер выгодный фокус. Можно здесь фабрики, вот здесь вот. На самом деле неплохо. И вот этот потом фокус. Нам потому что нужно их подстроить. Я хотел бы контрнаступление тоже делать, вот этот фокус нам потом пригодится. Да, 10 прорыва и 5 атаки. Окей, давайте кук делать, что я вам скажу. Господи, плюс 5 тнп будет с этого бафа, дебафа, блин. Ну да, а что нам поделать? Ладно, что поделать, делать пока нормальные фокусы, пока я еще не выиграл эту войну. О, вот стабильность вернули за вложение политки огромное. хотя бы так. Давайте вот так вот еще стабильность как-то отмоем. Наверное, здесь какой-нибудь кнопочкой на стабильность бы понажимать. Типа вот за 30. нет, наверное, ну вот здесь, наверное, вот так нужна стабильность. Произошло то, чего я не хотел, чтобы происходило. Италия присоединилась к Германии. Увы. Впрочем, во-первых, я не верю, что это, в принципе, кому-то поможет там. Давайте сразу по-быстрому туда войска отправим. Во-вторых, я не уверен, что героиня вообще их призовет. А тем не менее, я точно вижу, что у нас есть необходимость третьего генерала. С этой необходимостью надо считаться. И отойдет сюда. Раз у нас не хватает стабильность, давайте я возьму вот здесь вот еще и получим мэнт павер ежемесячный. Нормально. Форсированный так от немцев? Господи. Они же сейчас все свои дивизии поубивают. Стой, остановись, дурак. Нет. Гитлер, Гитлер, видимо, совсем обезумел. Ну, фокусы не нажимаются, конечно, как тут не обезуметь. Надо докачивать всю ставку, что только можем, а иначе никак. Мы теперь можем, я инфраструктуру по фокусам взял, точнее, по решениям, можем здесь получить сталь и хром, а здесь вот потом получить нефть и бафнуть и синтетику. Синтетики пока у нас нет, но потом когда-нибудь вполне. И давайте начнем уже исследовать себе самолеты. А вот и пехотный эксперт есть. Прелесть. А вот и концерн есть, есть дешифровка в Германии. Прелесть. Делаем армейский департамент и можем пробовать наступать. Параллельно там они все еще нас пытаются атаковать, удачи им с этим. И смотрите, у нас есть сопережение два года на файтеров либо действия от пута. Теперь действия от пута звучит очень выгодно. Но пойдем узнаем. И ставим сюда ПТО. Теперь наша армия, я бы сказал, полностью готова к контрнаступлению. ПТО есть, ПВ есть. Ждем себе вот этого бафа. Может это все еще даст нам, если что, пять атаки и десять защиты против мажоров. Хоть и не на корок, как мы будем дальше сражаться. И будем готовиться к контрнаступлению. Кстати говоря, на самом деле, мне кажется, Германия бы уже просто сдалась в реальности, если бы была такая сумасшедшая ситуация. Слушайте, нам точно найти надо вот все, потому что здесь RR-research Speed плюс 15 на год дается. А мы сейчас только и делаем, что вот и исследуем. И кстати, нам еще да, вот что надо подстроить, это поезда. Ну, всего по-немножку. Ну что, товарищи, готов я нажать эту кнопку, нажимаем и отправляемся к контрнаступлению. Но уже в следующей серии наша Австрия очень сильна. Мы немцам вынесли 1.1 миллион потерь. Просто огромное количество на самом деле. Первая серия с Эфиопией еще почему-то воюет. Видимо, Италия туда ее призвала. А сама против Австрии не зашла, кстати говоря. Это умом, умом сделал парень на Муссолини. В любом случае, с вами был ДБГ. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, твички, все в описании. И до скорых встреч. Всем пока.